Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Незадолго до Нового года Николай Платошкин дал три интервью разным каналам. И в них подчеркнул, что сейчас по опросу, как он выразился вроде бы, Левада-центра, 64% населения нашей страны хочет восстановления Советского Союза. Он говорил в этих роликах очень резко, но я не буду повторять его эмоциональное слово. Нас больше интересует то, что он подробно остановился на юридической стороне развала Советского Союза. И он не просто остановился, а подчеркнул, что юристы движения «За новый социализм» сейчас работают над обращением в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. В этом обращении они будут требовать привлечь к уголовной ответственности по статье «Измена Родины» тех, на ком лежит вина за развод Советского Союза. Имеются в виду авторы и подписанты Беловежских соглашений. Ельцин, понятно, за это уже ответить не может, но Беловежские соглашения подписывал также Бурбулес. А Шахрай, по его собственному признанию, является автором Беловежских соглашений. А значит они, равно как и все, кто участвовал в разработке этих соглашений, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Они также планируют просить фракцию КПРФ подписать это обращение. Если же фракция КПРФ его не подпишет, то они призовут всех неравнодушных людей подписать это обращение. Ну то есть они, похоже, собираются начать масштабный сбор подписей в масштабе всей страны. Это обращение базируется на том, что подписанты и авторы данных Беловежских соглашений нарушили, во-первых, Конституцию Советского Союза, а точнее, закон. Дело в том, что был закон, согласно которому предусматривалась достаточно сложная процедура выхода республик из состава СССР. В частности, например, такой выход должен был осуществляться в течение пяти лет. Вот как он об этом сказал. На чем оно базируется? Подписанты данного соглашения в 1991 году нарушили закон о порядке выхода союзных республик из состава СССР. Там предусматривался пятилетний период и так далее. Они нарушили Конституцию Советского Союза, который, как и в любом государстве, предусматривал самые жесткие меры за нарушение территориальной целостности. Понятно, есть здесь и ряд других юридических тонкостей, тоже имеющих значение. Например, у таких государственных преступлений нет срока давности. Что здесь можно сказать? Я уже неоднократно подчеркивал, насколько в большом количестве вопросов я не просто не согласен с Платушкиным, а категорически с ним не согласен. Напоминаю, у меня об этом есть подробный ролик, название лучше зачитаю, чтобы было точно. Что настораживает деятельности Николая Платушкина? Все ролики. Он будет подсказки. Но здесь я полностью поддерживаю эту его инициативу. Я тоже считаю Беловежские соглашения буквально запредельно нарушившими законодательство Советского Союза. А это имеет юридическое значение. Напоминаю, Российская Федерация официально является правоприемником СССР. Кроме того, думаю, Платушкин правильно чувствует настроение в обществе. А точнее, настроение в обществе на всем постсоветском пространстве. Я уже говорил, что согласен с незаслуженно забытой точкой зрения еще советского ученого Дмитрия Волкогонова. Я вынужден цитировать это его слово по памяти. Все равно лучше зачитаю. Вслед за центробежными тенденциями в нашем обществе неизбежно последует центр стремительной. Наши народы однажды опять захотят быть вместе. И я хорошо знаю, что это именно так. Вернее, что это уже именно так. Я еще и независимый окулок. И много работал своими коллегами как на международном уровне, так и, скажем так, на локальном международном уровне, на уровне бывших союзных республик. И от них хорошо знаю, что почти во всех наших бывших республиках за опьянением давно пришло похмелье. Люди практически везде сожалеют о распаде Советского Союза. Кроме того, полагаю, что здесь очень важно, что Николай Платошкин избрал именно правовой, юридический путь решения этой проблемы. Индейцы Северной Америки называют суды тамогавк белого человека. И думаю, что это очень правильное название. Юридические процедуры, что до факту, что до юре, дают возможность цивилизованно решать очень сложные вопросы. Точнее, именно те вопросы, которые на протяжении почти всей истории человечества почти всегда решались с оружием в руках. И значение этого переоценить невозможно. Я глубоко убежден, что люди должны иметь возможность бороться за правду и за справедливость цивилизованную, не погибая в этой борьбе и не отнимая в этой борьбе жизни у других. И я, как эколог, а я юрист-эколог, надеюсь, кое-что уже сделал в этом направлении. Я говорю о моем уже забытом, так называемом, надвоицком деле. В 90-е годы оно приобрело большую международную известность и было поддержано рядом международных организаций. Фильм нашей ГТРК «Карелия» о начале этой моей работы, он был снят в 1995 году, будет на конечной заставке. Добавлю также, эта работа закончилась победой. Точнее, это многолетняя работа закончилась победой. Фильм называется «Андрей Козлович. Портрет молодого человека». В общем, в этой работе я желаю Николаю Платушкиным всяческих успехов и чем смогу-помогу. Ему в этой, безусловно, очень и очень важной, а может быть и самой важной на данном этапе работы. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok